Надевая бабочку, можно придать характерный стиль вашему образу. Столь же формально, как и галстук. В наши дни бабочка превратилась в редкость. Бабочку часто считают странным галстуком. Цель этого видео – изменить это восприятие. Вот как легко и просто завязать бабочку. Запрокиньте бабочку через шею так, чтобы один конец был слегка длиннее другого. Сделайте нахлёст длинного конца, сверху короткого, и проведите под узлом через отверстие. Подтяните. Возьмите длинный конец и запрокиньте его на плече. Затем возьмите короткий конец, сложите его и разместите на воротнике, чтобы он сформировал форму бабочки. А теперь возьмите длинный конец и проведите его над коротким вниз. Теперь хитрый момент. Надо взять два края и соединить вместе. Должно появиться отверстие, которое можно увидеть сзади. Остается взять свисающий конец и продеть его сквозь это отверстие. У вас получилась не самая красивая бабочка, но это нормально. Возьмите оба конца. Спереди и сзади подтяните узел. Затем возьмитесь за другие концы, чтобы немного расслабить узел. Продолжайте так делать, пока не получится желанный результат. И да, бабочка, которая завязана вручную, никогда не будет идеально симметричной. И это ее очаровательная часть. Это как впервые сесть на велосипед. Завязать бабочку впервые может быть немного сложно, но продолжая пробовать, это станет чем-то естественным, как и рисунки у бабочки на крыльях. Заходите на статью, в ней есть информация с детальными инструкциями, шаг за шагом, как завязать бабочку. Редактор субтитров А.Семкин